С вами Рик Реннер. Сегодня я в Парке Победы, и я знаю название этого парка по-русски. Огромный парк на Поклонной горе был открыт в память о Великой Отечественной войне. Для Советского Союза Великая Отечественная война оказалась ужасно жестокой. В Парке Победы оказали честь людям всех национальностей, воевавшим в Великую Отечественную. Воевавшим, погибшим, причем не только на полях сражений, но и вдали от боевых действий. За моей спиной особенный мемориал, построенный в честь евреев, погибших во времена Второй мировой войны. Как известно, в те годы руками нацистов было истреблено несколько миллионов евреев. Их сожгли в печах, расстреляли, уничтожили. Я бывал в бывших концлагерях. То, что совершали там над еврейским народом, просто уму непостижимо. Но этот народ жив. Тем не менее, дьявол хотел не просто навредить. Его намерением было уничтожить. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стихе, Иисус сказал, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Погубить означает уничтожить, стереть с лица земли, ликвидировать. То же самое дьявол хочет сделать с вами. Ему недостаточно просто вам навредить, он хочет вас уничтожить, погубить. Или это греческое слово можно перевести так. Дьявол хочет выжить из вас все соки, а затем выпить их. Но вы не должны стать его жертвой. И даже если он активно нападает на вас, всегда есть возможность прогнать его подальше от себя. Вы сможете выжить. Евреи пережили Вторую мировую и сегодня процветают. И вы сможете пережить любое нападение. Более того, не просто пережить, а расцвести и процветать. Об этом и пойдет речь сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Как было сказано в начале передачи, сегодня мы детально изучим Евангелие от Иоанна, 10 главу, 10 стих. Но прежде чем мы обратимся к Иоанна 10, 10, мы вспомним все, что изучали в предыдущих программах, в 1 Петра, 5 главе, 8 стихе. А когда мы возьмемся за Иоанна 10, 10, вы изумитесь, в этом стихе столько всего, о чем вы и не догадывались. Я всегда считал, что знаю этот стих, вот он, вор приходит украсть, убить и погубить, украсть, убить и погубить. Я так и понимал, буквально, вор приходит украсть, убить и погубить. Но, прочитав этот стих в греческом оригинале, эти три слова, украсть, убить и погубить, я пришел в изумление. То, что я обнаружил здесь, лишило меня дара речи. В этих трех словах гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Досмотрите эту передачу до конца, и вы получите изумительно глубокое откровение. А сейчас, позвольте напомнить вам о предлагаемом цикле «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Я знаю, что ваша цель — не подпускать дьявола на пушечный выстрел. Мы сделали из этих передач комплект с учебным пособием, чтобы вы исследовали вместе со мной греческие слова, их значение и каждый принцип, обозначенный в этих передачах. В этом учебном пособии даются все слова на греческом, что звучат в передачах. Это превосходное средство для личного изучения и для изучения в группе. В аннотации к циклу говорится «Как окружить свою жизнь защитной стеной». В этом цикле мы изучаем значение слова «бодрствовать». Разбираемся, как дьявол замышляет поражение, наше поражение. Что на самом деле написано в Иоанна 10.10? Как окружить себя защитной стеной? Как быть, если дьявол уже пробрался внутрь? Как заделать трещины? Этот материал как спасательный круг, и он вам нужен. Вы научитесь побеждать, а для победы над врагом вам нужно применять духовное оружие. Скачайте этот материал бесплатно на сайте ignc.org. Ваша жизнь изменится к лучшему. В прошлой передаче я прочел внушительный отрывок из своей книги о духовном оружии для победы над врагом, об имени дьявол, а также всех других именах и выражениях Библии, указывающих на него. В Библии есть 17 имен, описывающих разные действия дьявола, и все они подчеркивают его злобность, порочность, ужасные имена. Когда вы узнаете, как Библия описывает дьявола, 17 разными способами, вы поймете, почему Петр призывает нас бодрствовать и не давать ему приблизиться к нашим границам. И это приводит нас прямо к первому посланию Петра, 5 главе, 8 стиху, над которым мы размышляем всю неделю. И прежде чем открыть Иоанна 10.10, я хочу повторить истины, раскрытые нами на этой неделе. Итак, давайте откроем первое послание Петра, 5 главу, 8 стих. Петр, умудренный опытом служитель, уже в годах обращается в церкви, как к своему собранию, проявляя пастырскую заботу, он сообщает христианам, что им необходимо знать для победоносной жизни. Петр знает, что дьявол намерен сразить их, и поэтому пишет в 1 Петра, 5 главе, 8 стихе, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Мы изучили слово «трезвитесь», рассмотрели слово «бодрствуйте», исследовали слово «противник», а также слова «дьявол» и «поглотить». Сегодня, ради обзора, вкратце я повторю значение всех этих слов. Начну с последнего слова в этом стихе — «поглотить». Глагол «поглотить». Перевод греческого слова «пино». Как мы увидели, это слово не означает «поглотить» в смысле «съесть». Его значение — «выпить», «выхлебать», «высосать». Когда читаешь стих, как обычно, «дьявол, подобно рычащему льву, ходит вокруг, ища, кого поглотить», «представляешь себе, как лев поймал животное, убил его и съедает мясо». Но греческий говорит о другом. «Поглотить» не значит «есть мясо». Глагол «пино» — его лучше перевести как «выпить» или «высосать». То есть жертва льва уже вся облодана до косточки, мяса уже не осталось. Осталась только жидкость, соки, жидкость и организм жертвы. И когда лев намерен поглотить жертву полностью, он ходит вокруг скелета и буквально высасывает все, что осталось. Вот каким словом Петр описывает намерения сатаны в отношении вас, меня, в отношении всего того, что нам дорого, что нам знакомо. Дьявол будет преследовать, мучить, изводить, кусать, съедать людей до тех пор, пока от них не останется им мокрого места. Он настолько сосредоточен на полном уничтожении жертвы, на ее исчезновении, что намерен просто высосать все, чтобы им мокрого места не осталось после поедания, чтобы от человека ничего не осталось. Настолько злобен и жесток наш враг. Поэтому, в самом начале стиха Петр пишет, «Трезвитесь». Глагол «трезвитесь» на греческом «нифо» означает «мыслить четко, а не как пьяный глупец». Пьяница перестает себя контролировать. И когда это происходит, он позволяет себе то, что в трезвом состоянии не позволил бы. Говорит то, что обычно бы не сказал, и делает то, что по трезвости не сделал бы. Пьяница не отдает себе отчета в том, что творит. Он не осторожен, он не трезв. «Трезвитесь» — греческое слово «нифо» — также означает «будьте серьезными». Этим словом в начале стиха Петр предупреждает нас о том, что нам нужен серьезный настрой. Нам нельзя расслабляться, нужно иметь голову на плечах. Один толкователь написал, «мыслить четко, не как опьяневший глупец». Далее Петр пишет, «бодрствуйте». Глагол «бодрствуйте», как мы выяснили, на греческом «Григорио». Если вас зовут Григорий, ваше имя произошло от этого глагола «Григорио». Данное слово использовалось в основном для обозначения намерений внешних враждебных сил проникнуть через заграждение в вашу личную жизнь. Если вы знаете, что вокруг бродит такой враг, желающий навредить, если вы знаете, что есть враг, который хочет измотать вас и затем поглотить, выпить из вас все соки, как вы поступите? Будете сидеть и прочитать, «не знаю, как быть». Буду разбираться, когда все начнется. Подожду. Конечно, нет. Это будет совершенно безответственно. Я уже приводил пример с автосигнализацией. Для чего вам нужна сигнализация на автомобиле? Для защиты автомобиля от взлома или похищения. Для чего вам сигнализация в доме? Она стоит, потому что вы боитесь, совсем не обязательно. Вы предотвращаете попытки вора пробраться в ваш дом. И сигнализация не даст вору просто так залезть к вам. Она подаст сигнал о том, что кто-то пытается пробраться внутрь. С сигнализацией вы спите спокойно. Это предотвращение проникновения. И Петр использует глагол Григорио, переведенный здесь как «бодрство». Потому что вокруг нас бродит враг, желая влезть к нам. И вам нужно быть наготове, настороже, окружить себя защитной стеной, заграждением, чтобы враждебные силы не смогли пробраться внутрь. И если вы поступите предусмотрительно, вы сможете наслаждаться покоем, зная, что враг не пересечет границ вашей жизни. Затем Петр объясняет нам, как дьявол пробирается сквозь защиту. Петр пишет «трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш», слово «противник», греческое слово «антидикос», которое указывает на обвинителя в суде, прокурора, того, кто выдвигает обвинение. И как он это делает, он ищет, где и как именно обвиняемый нарушил закон. И тогда, на основании нарушения, выдвигает обвинение в преступлении. Он старается найти лазейку, какое-то неправомерное действие, использует эту лазейку, эту причину, чтобы преследовать, нападать, обвинять, с целью добиться осуждения и заключения под стражу. Слова Петра можно прочитать так. «Трезвитесь и бодрствуйте, внимание, потому что дьявол, подобно обвинителю в суде, который ищет лазейку, ищет случай нарушения вами какого-то духовного закона или принципа, и подобно обвинителю, он будет использовать это доказательство вашей вины и для преследования вас по закону вплоть до осуждения». Но, когда вы живете правильно, ему к вам не подобраться. Когда вы защитили себя стеной, живете святой, посвятили себя Богу, освящаетесь, врагу вас никак не одолеть. Но когда вы живете неподобающе, допускаете нарушения, приступаете к закону, пренебрегаете принципами, не обращайте внимания на Божье Слово, не покоряйтесь Богу, все сказанное становится прорехой, лазейкой, через которую враг пролезет и начнет вас губить. При нашей церкви в Москве действует учебный центр для подготовки служителей. Несколько лет назад в нашем учебном центре учились две девушки, замечательные родные сестры. Они активно служили в церкви, они приехали из Сибири, чтобы учиться в нашем учебном центре. Мы их очень любили. Прекрасные девушки. Они хотели служить, всегда улыбались, радовались. И вот однажды случилась трагедия. Они погибли. Однажды, поздно вечером, они возвращались домой после учебы, и вместо того, чтобы пройти по надземному переходу над рельсами, железнодорожными рельсами, а всегда надо переходить над, они решили сэкономить время, еще раз повторю, вместо того, чтобы пройти по переходу, как этого требовал закон, это было бы правильно, они решили пролезть через отверстие в заборе на уровне рельсов, так они оказались бы на нужной стороне платформы гораздо быстрее, чем пошли бы по надземному переходу над рельсами, хотя это и было безопасно. Итак, проход по мосту занял бы всего несколько лишних секунд, но по какой-то причине они решили пролезть через дыру в заборе. Девушки пролезли через дыру, не заметив поезда, который приближался. Поезд двигался на огромной скорости, они попытались отбежать, но было слишком поздно, их зацепило составом, и когда поезд остановился, от девушек остались только фрагменты тел. Наши сотрудники прибыли на место трагедии, чтобы собрать останки. Просто страшно. А как невыносимо тяжело было сообщить их родителям о том, что случилось. Народ тут же начал обсуждать. Вот это да. Как же дьяволу удалось проявить такую власть и убить верующих сестер? При всей любви к этим девушкам ответ прост. Они нарушили правила. Они нарушили закон. Они подвергли себя опасности, решив пролезть через дыру в заборе, вместо того, чтобы пройти по переходу и безопасно пересечь железнодорожные пути. Все просто. Девушки допустили серьезные нарушения, повлекшие за собой их гибель. Этот пример самый яркий. Но если вы вспомните случаи в своей жизни, когда вы оказывались под ударами сатаны, вы поймете, что чего-то не сделали, а следовало бы сделать. Вы поступили неправильно с каким-то человеком, неверно распорядились деньгами, не позаботились о здоровье, неправильно питались, допустили какое-то нарушение в какой-то сфере. В таких случаях появляется ваш обвинитель, дьявол. Петр пишет четко и ясно, дьявол — обвинитель. Он неустанно рыскает в поисках ваших проступков, и через них, как сквозь лазейку, влезает к вам и все рушит. Будьте внимательны. Не давайте ему повода зацепиться за вас. Еще раз прочитаю слова Петра по-новому. «Презвитесь и бодрствуйте, потому что дьявол, словно обвинитель на суде, ищет лазейки в вашей жизни. Какое-то нарушение духовного закона с вашей стороны, подобно прокурору, попытается использовать это при вашем обвинении как доказательство для осудительного приговора». Далее Петр называет его дьяволом. Слово «дьявол» на греческом языке — это слово «диаболос», состоящее из двух частей. «Диа» означает «проникнуть», и «болос» от слова «бало», «бросать», как «бросать мяч», «бросать камень», «бросать какой-то предмет». Две эти части составляют слово «диаболос», «бросающий», «атакующий», «наносящий удар за ударом», снова и снова. «Диа» — это «проникать внутрь». Так что «диабол» — это не просто «имя». Это слово указывает на характер его действия, описывает то, как он поступает. Он атакует, продолжает бить, бить, пока, наконец, Диа не проникнет. Это говорит о том, что дьявол неумолимо беспощаден в своих попытках нападать и наносить поражение. И это правда. Поэтому Петр и написал, «Будьте настороже и окружите себя надежной стеной». И никто не знал дьявола лучше, чем Иисус. Нам важно послушать, что о нем сказал Иисус в Иоанна 10 главе 10 стихе. Хорошо знакомый и известный стих гласит, «Я прочту из своих заметок». «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Затем Иисус завершил свою мысль. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Мы изучим обе части этого стиха. В первой его части Иисус говорит, «Вор!» Он говорит о дьяволе. Никто не знал дьявола лучше, чем сам Иисус. Иисус знает дьявола с самого начала, с самого момента его сотворения, сотворения дьявола. С того самого момента в истории Иисус знал, что дьявол вор. Дьявол всегда был вором. Прочтите тексты Ветхого Завета. Дьявол хотел занять место Бога, Его престол. Хотел, чтобы им восхищались ангелы. Хотел занять Божий престол и даже конкретное географическое расположение этого престола на краю севера. Дьявол всегда хотел только брать, брать, брать. Он всегда был вором. По словам Иисуса, он был вором с незапамятных времен. В истории об Эдемском саде, чем занимается дьявол, ворует, хочет занять положение Адама, хочет сад, хочет полномочия Адама. Дьявол — вор. В оригинале слово «вор» в данном стихе. Клептос. Звучит знакомо. Отсюда произошло понятие «клептоман». Использовав это слово, Иисус подчеркнул, что дьявол просто не может быть другим. Это его порог. Это его суть. Он является вором с самого начала времен. Он всегда таким был и остается. Его суть и природа неизменны. Он будет брать то, что ему не принадлежит. Он не может себя сдержать. Это его порог, дефект, его суть. Иисус сказал, что дьявол — «клептоман». Это буквальное значение слов Иисуса. Дьявол всегда был вором и всегда им останется. В этом вся его сущность. Далее Иисус продолжает. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Глагол «украсть» — на греческом «клепто», глагол от слова «клептос». Можно перевести эти слова так. Когда клептоман куда-то приходит, он ведет себя как клептоман. Он не способен сдержаться. Он будет воровать, воровать, потому что воровать в его природе. Скорее всего, ему не нужны именно вы. Ему нужно то, что у вас есть. Такова его сущность. Он клептоман в его природе присваивать все, что принадлежит другим. Если вы здоровы, ему нужно ваше здоровье. Если у вас есть семья, ему нужна ваша вторая половина. У вас хорошая работа, ему все это надо заполучить. У вас есть дети, он попытается добраться и до них. Не важно что. Главное — лишить вас всего, что у вас есть. И Иисус так и сказал, «Он клептоман». Буквально слова Иисуса можно прочитать так. И вор, греческое «клептос», означает только, послушайте, «мошенник, вор, аферист». Он настолько искусен в своем преступном деле, что его злодеяния практически не поддаются раскрытию. Вор-карманник. Отсюда произошло понятие «клептоман». Буквально слова Иисуса значат, когда появляется клептоман, он ведет себя как клептоман. Хватается за все, хитро, коварно, обводя вокруг пальцы, забирает все, что только можно. Ему все равно, что воровать. Главное для него — украсть чужие вещи. Затем Иисус продолжает, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить». Раньше, встречая слово «убить», я представлял себе «режню, бойню, кровопролитие, убийство». Но затем я посмотрел в оригинале. На греческом это слово «тхуо». Это слово значит «не убивать». Вообще-то это богослужебное понятие, и оно означало «приносить в жертву божеству». «Приносить в жертву божеству». Зачитаю своих заметок. Вот что означает это слово. «Тхуо» — это значит «убить» не в значении лишить жизни, а принести в качестве жертвы, оставить или отказаться от чего-то ценного и дорогого. Пожертвовать. Это же слово использовали греки и иудеи, жертвуя чем-то для своего божества или Бога. Таким образом, со слов Иисуса выясняется, что дьявол маскируется за религиозным обликом. Сперва он приходит как клептоман. И что он делает? Он старается обчистить нас до нитки, как липку. Обирает до нитки. Опустошает наши карманы, забирает все, что можно. Он клептоман, он жаждет нас обчистить. А если после этого что-то остается, после его нападения что-то осталось, он попытается заговорить с нами в религиозной манере, говоря, «Ты же знаешь, уже ничего не вернуть, не спасти. Ну зачем стоять в вере? Да откажись ты от всего, что осталось. Пожертвуй. Забудь. Просто забудь. Потерянного уже не вернуть. Пожертвуй последним. Принеси в жертву». Может даже постарается говорить, словно это Бог, побуждая тебя пожертвовать все, что осталось. Наконец, Иисус завершает мысль. Вор приходит украсть, убить и погубить. Глагол «погубить» на греческом «аполуми». Оно происходит от того же корневого слова, что используется в Матфея 3 главе, где Иоанн Креститель, говоря об Иисусе, произносит, «Я не достоин развязать Его обувь». Обувь Иисуса. Развязать Его обувь. Здесь то же самое слово, переведенное как «погубить». Что случится, если развязать чью-то обувь? Обувь начнет болтаться на ступне, сползать и в конце слетит. В глагол «погубить» здесь вкладывается тот же смысл, греческое «аполуми». Оно означает что-то разрушенное, разваленное, опустошенное, уничтоженное, выброшенное в мусор после поломки. Что-то полностью уничтоженное и ликвидированное. Теперь, если составить все эти слова по порядку, вот как можно перевести первую часть Иоанна 10 главу 10 стих. Слушайте внимательно. Это настоящее откровение. Этот вор стремится запустить свою руку во все хорошее в вашей жизни. Более того, этот вор-карманник ищет и радуется любой возможности, хитростью проникнуть в ваши личные дела и получить доступ ко всему, что для вас ценно и дорого. Чтобы обчистить вас, но это еще не все, когда ему удается лишить вас всего имущества, всех активов, он начнет осуществлять следующий этап тайного хищения. Он окружит вас обстоятельствами, настолько стесненными, что единственным выходом из положения для вас будет пожертвовать всем, отказаться от всего, что еще осталось нетронутым, после его нападений. Конечным результатом своей деятельности этот вор видит ваше полное опустошение. Если ему ничто не помешает в итоге, вы окажетесь недееспособным, банкротом, обчищенным во всех отношениях. У вас возникнет ощущение, что с вами покончено. Вы теперь вне игры, вне всякого сомнения. Конечная цель врага — полностью уничтожить нас. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Вот Божья воля. Иисус хочет, чтобы вы жили в изобилии. Дьявол хочет забрать все. Поэтому вам и нужно окружить себя защитной стеной. Об этом мы поговорим в следующей передаче. Продолжим через минуту. Продолжение следует... Вы узнаете, что ваша жизнь находится под постоянными атаками врага. Дьявол все время ищет способ пробраться в вашу жизнь. Но вы можете стать победителем в этом противостоянии и научитесь выстраивать духовную стену вокруг себя и своих близких. Эта серия программ доступна в аудиоформате на нашем сайте ignc.org. Изучив эту серию программ, это поможет вам по-новому взглянуть на Божье всеоружие и научит отвергать любую ложь дьявола и жить в победе каждый день в своей жизни. Не пропустите это специальное предложение и скачайте бесплатно серию аудиопрограмм Рико Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» на сайте ignc.org. Сегодня мы изучали Иоанна 10.10, где Иисус сказал, «Вор приходит украсть, убить и погубить». И мы это рассмотрели. Вторая часть этого стиха говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Внимание. «С избытком» в переводе с греческого означает «в изобилии, в излишке, сверх меры, исключительно присутствовать в таком огромном количестве или объеме, настолько чрезмерно, что можно сравнить с рекой во время паводка, разлива, когда она вышла из берегов, текущий через край, богатый, изобилующий сверх меры, чрезмерно обильный». Конец стиха можно прочесть так. «Я пришел, чтобы они могли вместить в себя ни с чем не сравненную, ту, которая нет равных, непревзойденную, бесподобную, щедрой, богато насыщенную, переливающейся через край полноценную жизнь». «Вот, что пришел сделать Иисус». Это настолько лучше, чем то, что пришел сделать вор. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но зачем давать ему шанс? Вновь украсть, убить и погубить. Постройте защитную стену и не подпускайте его. Вот почему я предлагаю вам этот аудиоцикл. «Как не впустить дьявола в свою жизнь?» «Как окружить себя защитной стеной?» Уверен, учение должно быть действенным. Изучив данный материал, вы сможете отразить нападки врага и одержать победу. Помолимся. «Отец, во имя Иисуса благодарим Тебя за то, что Иисус пришел подарить нам насыщенную жизнь, наполненную невыразимой радостью. Мы запрещаем врагу продолжать воровать, убивать и губить. Запрещаем именем Иисуса. Отец, мы просим, чтобы эта жизнь излилась на нас бурным потоком во имя Иисуса». Спасибо, что посмотрели эту передачу. Помните, Иклисиасты 8.4, где Слово Царя, там власть. Пусть сегодня в вашей жизни явятся силы и власть Божьего Слова. Мы увидимся в следующей передаче. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Пастор Рик с нетерпением ждет встречи с вами на следующей неделе. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин